От джаза до классики, от народной музыки до эстрадной. Любое произведение, сыгранное на саксофоне, всегда звучит по-особенному. Знатоки и любители уверяют, инструмент обладает глубоким и мощным звучанием, певучим тымбром и большой технической подвижностью. На репетиции единственного в Подмосковье детского ансамбля саксофонов побывала наша съемочная группа. Его звучание и тембр сравнивают с человеческим голосом. Его игра завораживает, а красота и эстетика вызывают восхищение. Все это о саксофоне, о молодом и уникальном музыкальном инструменте. Это тот инструмент, который на сегодняшний день может исполняться, как и в симфоническом оркестре, в классическом оркестре, также он может исполняться в духовых, в джазовых эстрадных, в народных. То есть это тот инструмент, который связывает современную эпоху, джазовую эстрадную и ту самую классику. То есть это тот инструмент, на котором можно исполнять все. Знакомство с инструментом начинают с изучения классических произведений. Оттачивать мастерство юным саксофонистам помогают дыхательная гимнастика и упражнения на пресс. Гордость детской школы искусств – ансамбль «Рубата». Неповторимое звучание произведений в исполнении коллектива создает целое семейство саксофонов. Саксофон-баритон – сердце нашего ансамбля. Самый низкий диапазон – саксофон-тенор. Более мягкое, более бархатное звучание, поэтому, собственно, его и очень любят джазовые саксофонисты. Это саксофон-альт. У саксофонистов это считается основной инструмент. Учится на альте. Самый яркий инструмент, самый высокий, можно сказать, в ансамбле – это у нас саксофон-сопрано. У него такой восточный бархатный звук. Алексей Языков учится в школе искусств 6 лет, 4 из которых осваивает игру на сопрано-саксофоне. Говорит, что выбрал инструмент из-за неповторимого звучания. Кумир Алексея в мире музыки – советская саксофонистка и кларнетистка Маргарита Шапошникова. Это мама русского саксофона. Ну, считается так. Она была первой саксофонисткой в России, которая создала классический класс саксофона. В этом году Люберецкой школе искусств исполнилось 63 года. В ее стенах занимаются более 600 детей. Воспитанники изучают эстрадный вокал, академическое сольное пение, игру на фортепиано, флейте, гитаре и других популярных инструментах. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.